десятина в библии среди многих как верующих так и неверующих бытует следующее мнение о десятине десятина это часть ветхозаветного закона его сегодня не нужно соблюдать а стало быть и десятину тоже давайте выясним насколько это мнение верно учение о десятине подробно описано в ветхозаветном законе первое учение ветхозаветного закона о десятине что считалось десятиной левит двадцать седьмая глава с 30 по 32 стихи и всякая десятина на земле из семян земли из плодов дерева принадлежит господу это святыня господня если же кто захочет выкупить десятину свою то пусть приложит к цене ее пятую долю и всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего что проходит под жезлом 10 должно посвящать господу не должен разбирать хорошее ли то или худое и не должно заменять его если же кто заменит его то и само оно и замена его будет святынью и не может быть выкуплена данный отрывок свидетельствует о том что десятина от земли включает в себя десятую часть от плода земли десятую часть от плода деревьев и десятую часть от плода скота второе каково было предназначение десятины числа 18 глава с 21 по 32 стихи а сынам левия вот я дал в удел десятину из всего что у израиля за службу их за то что они отправляют службы скини собрания и цены израилевы не должны впредь приступать к скини собрания чтобы не понести греха и не умереть пусть левиты исправляют службы скини собрания и несут на себе грех их это устав вечной в роды ваши среди же сынов израилевых они не получат удела так как десятину сынов израилевых которую они приносят в возношении господу я отдаю левитом в удел потому и сказал я им между сынами израилевыми они не получат удела и сказал господь моисею говоря объявили видом и скажи им когда вы будете брать от сынов израилевых десятину которую я дал вам от них в удел то возносить из нее возношение господу десятину из десятины и вменено будет вам это возношение ваше как хлеб сгумна и как взятое отточило так и вы будете возносить возношение господу из всех десятин ваших которые будете брать от сынов израилевых и будете давать из них возношение господне аарону священнику из всего даруемого вам возносите возношению господу из всего лучшего освещаемого и скажи им когда вы принесете из всего лучшее то это вменено будет левитом как получаемая сгумна и получаемое отточило вы можете есть это на всяком месте вы и семейство ваши ибо это вам плата за работы ваши скини собрания и не понесете за это греха когда принесете лучшее из всего и посвящаемого сынами израилевыми не оскверните и не умрете данный отрывок свидетельствует о предназначении десятины народа израилева десятина должна была пойти на нужды священников и и левитов служителей скини собрания а позже храма божия об этом же свидетельствует книга пророка языке или 44 глава с 29 по 30 стихи они левиты будут есть от хлебного приношения от жертвы за грех и жертвы за преступление и все заклятое у израиля им же принадлежит и начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения из чего не состояли бы приношение ваши принадлежат священникам и начатки молотова вами отдавайте священнику чтобы над домом твоим почивала благословение и так десятина израильтян шла на поддержание существования и служение левитов левиты же в свою очередь были призваны отдавать богу десятину с полученной десятины десятина левитов шла на дотацию священников книга числа 18 глава с 25 по 29 стихи и сказал господь моисею говоря объявили видом и скажи им когда вы будете брать от сынов израилевых десятину которую я дал вам от них будел то возносите из нее возношению господу десятину из десятины и вменено будет вам это возношение ваше как хлеб с гумна и как взятое отточило так и вы будете возносить возношению господу из всех десятин ваших которые будете брать от сынов израилевых и будете давать из них возношение господне аарону священнику из всего даруемого вам возносите возношению господу из всего лучшего освещаемого третье почему с народа собиралась десятина для священников и левитов когда израильский народ пришел в землю обетованную господь разделил всю землю между коленами израиля каждому колену он дал свой удел но не все двенадцать колен получили землю а только одиннадцать левиты то есть потомки левия не получили земельного удела земле обетованной поскольку господь избрал их и отделил на служение богу числа 18 глава с 22 по 24 стихи сыны израилевы не должны впредь приступать к скинье собрания чтобы не понести греха и не умереть пусть львиты исправляют службы в скинье собрания и несут на себе грех их это устав вечной в роды ваши среди же сынов израилевых они не получат удела так как десятину сынов израилевых которые они приносят возношению господу я отдаю левитам в удел потому и сказал я им между сынами израилевыми они не получат удела книга иисуса новина 18 глава 7 стих а левитам нет части между вами ибо священство господне есть удел их 4 куда сдавались десятины но к месту какое изберет господь бог ваш из всех колен ваших чтобы пребывать имени его там обращайтесь и туда приходите и туда приносите все сожжение ваши и жертвы ваши и десятины ваши и возношение рук ваших и обеты ваши и добровольные приношения ваши и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего и ешьте там пред господом богом вашим и веселитесь вы и семейства ваши о всем что делалось руками вашими чем благословил тебя господь бог твой тогда какое место изберет господь бог ваш чтобы пребывать имени его там туда приносите все что я заповедую вам все сожжение ваши и жертвы ваши десятины ваши и возношение рук ваших и все избранное по обетам вашим что вы обещали господу и веселитесь пред господом богом вашим вы и сыны ваши и дочери ваши и рабы ваши и рабы не ваши или вид который посреди жилищ ваших ибо нет ему части и удела с вами нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего и вина твоего и ели твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего и всех обетов твоих которые ты обещал и добровольных приношений твоих и возношений рук твоих но ешь сие пред господом богом твоим на том месте которое изберет господь бог твой ты и сын твой и дочь твоя и раб твой и раба твоя и левит и пришелец который в жилищах твоих и веселись пред господом богом твоим о всем что делалось руками твоими данный отрывок свидетельствует о том что господь заповедал израильтянам приносить свои десятины в иерсалимский храм место обитания господа бога пророк малахия призывал неверных в десятине и приношение израильтян принести все что они задолжали богу в дом хранилища в дом божий малахия 3 глава с 8 по 11 стихи можно ли человеку обкрадывать бога а вы обкрадываете меня скажете чем обкрадываем мы тебя десятину и и приношениями проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня принесите все десятины в дом хранилище чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь саваоф не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградные лоза на поле у вас не лишиться плодов своих говорит господь саваоф и блаженными называть будут вас все народы потому что вы будете землею вожделенную говорит господь саваоф 5 год десятины второзаконие 26 глава с 12 по 15 стихи когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год год десятин и отдашь и левиту пришельцу сироте и вдове чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались тогда скажи пред господом богом твоим я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту пришельцу сироте и вдове по всем повелением твоим которые ты заповедал мне я не приступил заповедей твоих и не забыл я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого я повиновался глазу господа бога моего исполнил все что ты заповедал мне призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой израиля и землю которую ты дал нам так как ты клялся отцам нашим дать нам землю в которой течет молоко и мед данный отрывок свидетельствует о том что каждый третий год считался годом десятины в этот год десятина собирались по месту жительства и складывались в поместный накопитель десятина для того чтобы кормить местных левитов пришельцев сирот и вдов дополнительные места описания о десятине книга неемия 10 глава с 32 по 39 стихи и поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикле в год на потребности для дома бога нашего на хлебопредложения на всегдашние хлебное приношение и на всегдашние всесожжение на субботы на на новомесячие на праздники на священные вещи и на жертвы за грех для очищения израиля и на все совершаемое в доме бога нашего и бросили мы жребии о доставке дров священники левиты и народ когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому бога нашего чтобы они горели на жертвенники господа бога нашего по написанному в законе и обязались мы каждый год приносить в дом господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева также приводить в дом бога нашего к священникам служащим в доме бога нашего первенцев и сыновей наших и из скота нашего как написано в законе и первородное от крупного и мелкого скота нашего и начатки из молдова хлеба нашего и приношений наших и плодов со всякого дерева вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме бога нашего и десятину земли нашей левитам они левиты будут брать десятину во всех городах где у нас земледелие при левитах когда они будут брать левитскую десятину будет находиться священник сын аарона чтобы левита десятину из своих десятин отвозили в дом бога нашего в комнаты отделенные для кладовой потому что в эти комнаты как сыны и израилевы так и левиты должны доставлять приносимые в дар хлеб вино и масло там священные сосуды и служащие священники и привратники и певцы и мы не оставим дома бога нашего неемея 12 глава сорок четвертого с по сорок пятой стихи в тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин чтобы собирать с полей пригородах части положенные законом для священников и левитам потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов которые совершали службу богу своему и дела очищения и были певцами и привратниками по установлению давида и сына его соломона ветхозаветная десятина являлась способом выражения благодарности богу за все что человек имел а также признанием того что господь является владельцем всего почитание господа материальными благами в ветхозаветные времена являлась неотъемлемой частью поклонения которое не оставалось незамеченным и невознагражденным богом притчи 3 глава с 9 по 10 стихи чти господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих и наполнится житница твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином пункт 2 десятина и новый завет новый завет о ветхозаветной десятине евангелие от матфея 23 глава 23 стих горе вам книжники и фарисеи лицемеры что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшие в законе суд милость и веру сие надлежало делать и того не оставлять то же самое сказано в евангелие от луки 11 глава 42 стих евангелие от луки 18 глава с 11 по 12 стихи фарисеи став молился сам в себе так боже благодарю тебя что я не таков как прочие люди грабители обидчики прелюбодеи или как этот мытарь пащусь два раза в неделю даю десятую часть из всего что приобретаю евреям 7 глава 5 стих получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа то есть со своих братьев хотя и сии произошли от чресл авраамовых эти три отрывка из нового завета относятся к еврейской практике давать десятину которая предназначалась для левитов и священников служителей ветхого завета второй пункт новый завет о материальной поддержке служителей в новом завете нет ни одного стиха который бы заповедал христианам отдавать десятину десять процентов от своего дохода однако новый завет не отрицает ветхозаветный принцип спонсирования служителей как и ветхозаветные времена божьи служители имели право существовать от десятины также и служители нового завета имеет право жить от благовествования первое послание коринфянам 9 глава с 7 по 14 стихи как и воин служит когда-либо на своем содержании кто насадив виноград не ест плодов его кто пася стада не ест молока от стада по человеческому ли только рассуждению я это говорю не то ли же говорит и закон ибо в моисеевом законе написано не заграждай рта у вала молотящего а валах ли печется бог или конечно для нас говорится так для нас это написано ибо кто пашет должен пахать с надеждою и кто молотит должен молотить с надеждою получить ожидаемое если мы посеяли в вас духовное велико ли то если пожнем у вас телесное если другие имеют у вас власть не пачили мы однако мы не пользовались сею властью но все переносим дабы не поставить какой преграды благовествованию христову разве не знаете что священно действующие питаются от святилища что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника так и господь повелел проповедующим евангелие жить от благовествования сам господь иисус когда посылал своих учеников проповедовать заповедовал им следующее евангелие от матфея 10 глава с 9 по 10 стихи не берите с собою ни золото ни серебра ни меди в поясы свои ни сумы на дорогу ни двух одежд ни обуви ни посоха ибо трудящийся достоин пропитания каким образом проповедующие евангелие может жить от благовествования это возможно только в том случае если он будет жить от пожертвований и слово божье призывает нас делиться послание галатам 6 глава 6 стих наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим 1 послание тимофею 5 глава 17 по 18 стихи достойно начальствующим пресвитером должно оказывать сугубую честь особенно тем которые трудятся в слове и учении ибо писание говорит не заграждай рта у вала молотящего и трудящийся достойно крады своей обратите внимание на то что апостолы будучи служителями нового завета касаясь финансовых вопросов служения ссылались на ветхий завет и цитировали ветхозаветный принцип не заграждай рта у вала молотящего 1 послание тимофею 5 18 1 коринфянам 9 9 вы никогда не задумывались почему апостола в этом вопросе руководствовались ветхозаветным принципом ответ прост закон никто не отменял об этом же сказал сам господь иисус в евангелии от матфея 5 17 не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить новый завет о пожертвованиях даяние в новом завете не ограничивается десятиной от доходов поскольку все что мы имеем принадлежит богу а также и мы сами согласно 1 коринфянам 6 19 то мы должны быть верными и благоразумными управителями всего что нам доверил господь новый завет призывает христиан не только поддерживать служителей но и быть щедрыми по отношению к нуждающимся особенно к братьям и сестрам по вере согласно новозаветному учению даяние должно быть добровольным и щедрым первое послание коринфянам 16 глава с 1 по 3 стихи при сборе же для святых поступайте так как я установил в церквах галатийских в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние чтобы не делать сборов когда я приду когда же приду то которых вы изберете тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в иерусалим подробно о пожертвованиях на нужды святых то есть христиан и их церквей говорится во втором послании коринфянам 8 глава 12 по 15 стихи и бы если есть усердие то оно принимается смотря потому кто что имеет а не потому чего не имеет не требуется чтобы другим было облегчение а вам тяжесть но чтобы была равномерность ныне ваш избыток в восполнение их недостатка а после их избыток восполнение вашего недостатка чтобы была равномерность как написано кто собрал много не имел лишнего и кто мало не имел недостатка пожертвование на нужды церквей согласно новозаветному учению является доказательством христианской любви второе послание коринфянам 8 глава 24 стих и так перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того что мы справедливо хвалимся вами слово божье призывает нас быть щедрыми и доброходными своих даяниях второе послание коринфянам 9 глава 6 по 11 стихи при всем скажу кто сеет скупо тот скупо и пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением ибо доброходно дающего любит бог бог же силен обогатить вас всякую благодатью чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело как написано расточил раздал нищим правда его пребывает в век дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость которая через нас производит благодарение богу сегодня некоторые утверждают что поскольку в новом завете нигде нет повеление о десятине то он отменяет ветхозаветную десятину но сам факт что заповеди о десятине в новом завете нет должно заставить нас задуматься а случайно ли это нет не случайно господь просто не хочет ограничивать нашу щедрость один христианин сказал в связи с этим цитата для бога важна не сумма жертвуемая нами а состояние сердца с которым мы это делаем возьмем в пример раннюю церковь когда люди с радостью продавали все что имели а знаете почему потому что у них было нечто большее им не было жалко расставаться со своим имуществом это делалось не под страхом наказания а от исполнения божиим царствием внутри мы же когда отсчитываем 10 процентов дохода чтобы случайно не отдать лишнего оскорбляем бога конец цитата конечно лично богу десятины не нужны более того ему вообще ничего не нужно ибо у него все есть ему принадлежит вся вселенная десятины же во-первых нужны нам самим для проверки и укрепления для очистки наших сердец от серебра любия и жадности ибо доброходно дающего любит бог 2 коринфянам 9 7 во вторых десятины нужны церкви для содержания служителей задумайтесь разве во времена ветхого завета бог не мог кормить левитов сверхъестественным образом например манной для господа нет ничего невозможного однако он сказал что именно израиль будет их уделом левиты жили на те десятины которые приносили евреи в храм аналогичным образом от новозаветных десятин и пожертвований существует сегодня служители и миссионер миссионеры десятина вне ветхого и нового заветов десятина не является нововведением ветхозаветного закона как думает утверждают многие практика даяние 10 части дохода богу существовала у многих народов древнего мира об этом свидетельствует факт что авраам по национальности халдей отдал десятую часть добычи мелхиседеку царю салимскому и священнику бога всевышнего об этом сказано в книге бытие 14 глава 17 по 20 стихи когда он возвращался после поражения кедр лаомера и царей бывших с ним царь садомский вышел ему навстречу долину шави что ныне долина царская и мелхиседек царь салимский вынес хлеб и вино он был священник бога всевышнего и благословил его и сказал благословен авраам от бога всевышнего владыке неба и земли и благословен бог всевышний который предал врагов твоих в руки твои авраам дал ему десятую часть из всего позже иаков поклялся отдать богу десятину из всего что у него есть если бог прибудет с ним во все дни дарует ему пропитание и в мире вернет его в дом отца бытие 28 глава с 20 по 22 стихи и положил иаков обед сказав если бог будет со мною и сохранит меня в пути сием который я иду и даст мне хлеб есть и одежду одеться и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет господь моим богом то этот камень который я поставил памятником будет домом божиим и из всего что ты боже даруешь мне я дам тебе десятую часть заметьте это произошло задолго до закона который бог дал народу израилеву через моисея таким образом мы видим что учение о десятине не ограничивается повелением ветхозаветного закона а стало быть учение о десятине не может быть отменено новым заветом